Что такое облепиховое масло и какими полезными свойствами оно обладает? Как правильно выбирать его? На что нужно обращать внимание в первую очередь? При каких заболеваниях и как правильно нужно использовать масло и сок облепихи? Обо всем этом вы вскоре узнаете. Масло из ягод облепихи это ценный концентрат жиров, получаемый после отстаивания свежевыжатого сока. В его состав масло входит в виде мельчайших капель, которые в дальнейшем собираются в виде красно-оранжевого слоя на поверхности сока, подобно сливкам на молоке. Конечно, на производствах используют совсем другие методики, поэтому при наличии возможности готовить такое масло желательно самостоятельно. Другой простой способ воспользоваться его целебными свойствами – купить флакон в аптеке. Но при этом крайне важно учесть, что разные варианты сильно отличаются друг от друга. Самое натуральное и концентрированное отличается следующим показателем. Сумма каротиноидов в нем может достигать 1000 миллиграмм и более на 100 грамм. Среднее содержание в готовых маслах из аптеки должно составлять не менее 180-процентных миллиграмм. Другие недорогие масла под названием облепиховых обычно представляют собой простые мацераты, приготовленные на основе отработанного жмыха после получения основной фракции масла. Конечно, последние из них также обладают лечебной активностью в некоторых случаях. Но для интенсивного лечения в сложных ситуациях нужно использовать именно концентраты с содержанием каротиноидов от 180-процентных миллиграмм. Как и при каких заболеваниях можно применять облепиховое масло? Это средство используется для наружного лечения и внутреннего приема, наружно при ожогах и травмах мягких тканей, кожи и слизистых, в гинекологии при эрозии шейки матки, при наружных формах геморроя, после операции на лорорганах, кальпитах и эндоцервитах, то есть практически любые повреждения наружных оболочек относятся к показаниям для применения облепихового масла. В частности, одно из них это эрозия шейки матки. Традиционная медицина рекомендует в таких случаях делать неприятное и болезненное прижигание различными способами. Но курсовое использование масла приводит к полной эпитализации, при которой проблема очень часто полностью устраняется. Как использовать облепиховое масло при различных заболеваниях? Вернемся к массовой проблеме – эрозии шейки матки. Для ее рубцевания и последующего обновления ранее воспаленных тканей использовать облепиховое масло необходимо следующим образом. В качестве несущей основы часто рекомендуется применять обычные ватные тампоны, но это крайне неэкономично, учитывая стоимость масла. Поэтому будет достаточно использовать ватный диск или его половинку, пропитанную облепиховым маслом. При введении потребуется осторожность. При глубоком расположении шейки матки может потребоваться помощь партнера. Проще всего это сделать в туалетной комнате. При освоении такой практики вы научитесь самостоятельно и быстро размещать пропитанный диск непосредственно на поверхности шейки матки, расправляя его пальцами. Средний курс продолжается 10 дней. В течение этого времени потребуется менять компрессы 2 раза в день, совмещая с обычной гигиеной. Часто уже через 5-6 дней эрозивный процесс полностью купируется. В более сложных случаях лечение может продолжаться и до 2 недель, но положительный результат достигается практически всегда. При каких других заболеваниях можно использовать масло облепихи? Например, при воспалительных процессах в полости рта и горла. Особенно при хронических формах фаренгита, например. Для этого потребуется смазывать болезненные зоны после тщательного ополаскивания щелочной водой. Делать это можно обычным раствором соды. Затем потребуется взять длинный шприц, подойдет инсулиновый без иглы. И затем нанести масло непосредственно на гланды, стараясь задеть и заднюю стенку глотки. Как усилить эффективность таких действий? Для лучшего контакта масла со слизистыми оболочками можно подышать горлом несколько минут для их подсушивания. После нанесения не есть и не пить около 1 часа. Повторять процедуру рекомендуется 2 раза в день, утром после завтрака и обязательно перед сном на протяжении 1 месяца. На практике делать это совсем несложно, поэтому особых сложностей курс лечения не представит. Может ли помочь масло при ожогах? Даже в тяжелых случаях оно становится крайне эффективной альтернативой другим медикаментозным препаратам. Важно лишь учесть, что начинать его использование можно только после полного охлаждения обожженной поверхности под слабым потоком проточной воды и непосредственно формирования раневого дефекта. На этом этапе облепиховое масло очень сильно стимулирует регенерацию кожи, что на фоне эффективности другими дорогими препаратами нередко удивляет и самых опытных врачей из ожоговых отделений. Как нужно использовать масло при геморрое? Геморрой – это серьезная неприятность, которая доставляет множество проблем разным людям. Офисные работники, дальнобойщики и женщины после рождения детей часто испытывают симптомы той или иной степени тяжести, связанные с воспалением слизистых оболочек прямой кишки. Нередко они дополняются появлением трещин и выделением крови при посещении туалета. Как в таких случаях может помочь масло облепихи? С его добавлением можно приготовить намного более активный аналог ректальных свечей из облепихового масла. Основой станут пчелины, карнаубский или канделильский воски. Их легко купить в интернет-магазинах. Точного рецепта в принципе нет, поскольку соотношения могут меняться в зависимости от состава ингредиентов. Важно лишь ориентироваться на выраженность геморроя и консистенцию готовящейся смеси. Оценить ее можно, капнув смесь на ладонь и дождавшись застывания. Когда масса станет такой, что ее в форме свечи будет легко ввести в задний проход, добавление загустителей можно будет прекращать. Что можно сделать, если нужных компонентов нет? Например, масляная клизма. Для этого потребуется самая маленькая спринцовка. В нее нужно набрать несколько миллилитров облепихового масла и затем осторожно ввести их в задний проход. Затем, перевернувшись на живот или на бок, провести так хотя бы один час. При этом следует учесть, что из-за высокого содержания каротиноидов и других красящих веществ, масло крайне сложно отстирывается с тканей, поэтому нижнее белье должно быть самым темным и простым. Желательно использовать и другие защитные средства типа прокладок. В относительно легких случаях будет достаточно обычных примочек с облепиховым маслом на вате к анальному отверстию. При использовании свечей уже через одну-две процедуры самочувствие значительно улучшится. Курс из 10 применений позволит полностью восстановить слизистые оболочки кишечника. Как еще можно использовать облепиховое масло при других заболеваниях желудочно-кишечного тракта? Одно из самых неприятных – это язва желудка или двенадцатиперстной кишки. Даже в стадии ремиссии она при благоприятных условиях начинает обостряться. В таких случаях требуются сильные регенерирующие средства для активного восстановления слизистых оболочек. Облепиховое масло обязательно приведет к необходимому эффекту. Как принимать масло при обострении гастрита или язвы желудка? Очень эффективным способом станет прием 1 столовой ложки 3 раза в день в стадии обострения. Обычно в этом периоде люди почти полностью отказываются от еды, не нужно идти против инстинктов. Это позволит разгрузить желудочно-кишечный тракт и поможет ему быстро восстановиться после очередного рецидива болезни. Также не следует забывать и о полезных свойствах непосредственно сока облепихи. Те, кто пробовал его, наверняка помнят, насколько насыщенным вкусом он обладает. Поэтому для получения полезных элементов его следует сильно разбавлять чистой водой и подслащивать. Что содержится в соке ягод облепихи? Аскорбиновая и никотиновая кислоты, витамины группы В, каротиноиды и витамин К, фитонциды, флавоноиды и пищевые волокна, ряд минералов и микроэлементов. Для получения приятного вкуса сок нужно разводить прохладной чистой водой в соотношении не менее чем 1 к 3, добавляя подсластители или обычный сахар. Как приготовить сок и масло облепихи в домашних условиях? Сделать это довольно просто, если придерживаться следующих рекомендаций. Свежие ягоды потребуется помыть в проточной воде. Затем, высушив их, пропустить через соковыжималку. Полученный сок можно заготовить на зиму, смешав с сахаром. Делать это нужно традиционно, не придерживая строгих соотношений. Какие противопоказания могут быть для сока облепихи? Кроме обострений гастрита и язвы желудка, его прием следует исключить при индивидуальной непереносимости, аллергических реакциях и избытке ретинола в организме. В других случаях при умеренном употреблении облепиховый сок принесет вашему организму только большую пользу. В каких случаях не следует использовать масло облепихи? При непереносимости и гипервитаминозе витамина А, а также при холецистите, заболеваниях поджелудочной железы и гепатите, принимать внутрь его категорически запрещено. Во время беременности масло будет поставлять избыточное количество каротиноидов, которые крайне негативно влияют на развитие плода и могут приводить к развитию тяжелых уродств. Поэтому во время вынашивания ребенка необходимо избегать приема или наружного использования подобных средств.